Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком. С вами Кин, и всё ещё пока экспериментальная рубрика новостей сериалов. Почему экспериментальная, узнаешь в этом выпуске. А сегодня в выпуске вы узнаете, чьё адское пламя вскоре зажгёт экраны, кто примерит на себя ковбойскую шляпу, и какое общество готовится нас принять. Погнали! Но перед началом не забываем, что я сделал вам небольшое такое предложение, с которым вы можете ознакомиться вот по этой ссылочке. Вот теперь точно погнали. А начнём мы уже по негласной традиции с Игры Престолов, третий эпизод которой вышел на прошлой неделе. Вышел и запомнился тем самым долгожданным, интригующим, и, как по мне, весьма разочаровывающим, боем с белыми ходоками. Вообще, насколько я слышал, некая размазанность серии была задумкой создателей. Но, как по мне, так это была полная жопа. Что это? Что это полетело? Рука, нога, глаз, жопа, что это? Ситуацию попытались исправить фанаты, и немного осветлили кусочек боя. Помогло это, конечно, мало чем, но хотя бы теперь мы можем знать, как это могло бы быть. Эх, а могло бы это быть? Офигенно. Ладно, ладно, ладно. Один топовый момент в серии лично для меня был. Без спойлеров. Это то, как Ария пробиралась в библиотеке через ходоков. Вот это был реально напряженный момент. Также напрягать нас планирует Винсан Кассель, который исполнит роль главного злодея в третьем сезоне «Мира Дикого Запада». Я напомню, что третий сезон выходит 21 октября 2019 года. Еще на днях стало известно, что сериал «Сумеречная зона» пролили на второй сезон. А вот про что этот сериал я расскажу в отдельном обзоре. Но могу сказать одно, что если второй сезон будет такой же топовый, как и первый, то я только рад. Рад я еще и тому, что «Призрачный гонщик» и «Хеллсторм» порадуют нас своими сериалами. А возьмет их под свое крыло канал «Хули». Ммм, «Хулу». Роль «Призрачного гонщика» исполнит Габриэль Луна, который уже исполнял эту же роль в «Агентах Щ.И.Т.А». Но, судя по заявлениям Marvel, новый гонщик будет самостоятельным и независимым сериалом. А я, пожалуй, напомню, что это другой «Призрачный гонщик». Робби Рейс. Не путайте с Джонни Блейзом. Робби стал гонщиком, объединившись с духом убийцы Элли, который и наделил его силой. Про «Хеллсторма» я знаю очень мало. Нифига не знаю. Но я загуглил. Дэймон Хеллсторм – сын сатаны и земной женщины, принадлежащий к нейтральной стороне, то есть не зло и не добро. Он скорее ближе к антигерою. Есть сестра сатана, имеет телепатическую связь с отцом и обладает стандартным набором демонических сил. На самом деле я много чего вычитал, но пока не буду ничего говорить. Потому что неизвестно, что с ним сделает сериал. Вдруг его сделают просто мелким демоненышем, который будет пукать огнем. И не больше. Не, ну навряд ли, конечно, но все же. А пока одни сериалы только готовятся снимать, другие готовят к выходу второй сезон. А именно сериал «Криптон», рассказывающий о дедуле Супермена, выкатила хапку персональных постеров, которые смотрятся... довольно стильно. А помимо «Криптона» мы получили кучку новых фото сериала «Пенниворд». Еще же на прошлой неделе нас посетил трейлер сериала «Общество», рассказывающий о группе подростков, оказавшихся в копии города, где нет взрослых. И, пожалуй, одна из главных новостей прошлой недели – это то, что сериал «Ведьмак» завершил свои съемки. Да, кстати, я еще в прошлом выпуске хотел сказать, но как-то забыл, что сам батюшка «Ведьмачий» Андрей Сапковский посетил съемки «Ведьмака» и остался очень доволен происходящим. А вообще, напишите в комментариях, ждете ли вы Геральта Суперменовича или нет. А на этом у нас, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. И если данное видео вам понравилось или оно было вам полезным, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А в описании вы сможете найти ссылку на мой инстаграм и группу ВК, где я также изредка выкладываю сериальные новости. Но вы можете помочь мне это исправить, если будете предлагать адекватные новости в группу. А также в группе при большом желании вы можете поддержать развитие канала рублем. А я же, как обычно, пожелаю вам интересных сюжетов и пока! Субтитры сделал DimaTorzok